записанная в книге букву указывает на себя только с одной стороны однако она во многих отношениях указывает на своего автора и позволяет познать его 8 какая-то буква на себя на свой размер указ о своем мастере много может сказать что он например живой имеет ручку знает определенный язык и так далее и так далее таким же образом каждая материально воплощенное слово книги вселенной то есть каждый из этих созданий является материально воплощенным словом как например в коране написано слово дерево также все средны есть например дерево но уже материально воплощенная каждое слово книги вселенной указывает на себя лишь своим размером, то есть на самого себя. На своего же Творца, проявляя его прекрасные имена, а на Сочи многих сторон указывает и самостоятельно, и в объединении с другими. Словно бы это творение со всем своим устройством и внешним видом является прославляющим своего Творца поэмой, является прославляющей своего Творца поэмой. Поэтому даже лишившийся разума человек не должен отрицать могущественного и величественного Творца. Я, например, возьмем примерно о коем-нибудь живое существо. На себя она своим размером говорит, а о своем мастере очень много что может сказать. Например, обладая жизнью, говорят, что ее Творец тоже является живым. То, что его устройство, допустим, это как самолет, как некая машина, о его знании. Причем в таком знании, который знает взаимосвязи этого живого существа и с землей, и с солнцем, и с водой, и с другими созданиями. То есть охватывающим знанием, могуществом, например, милость, забота, обеспечение пропитанием. То есть каждое живое существо множество качеств имен Творца показывает. Поэтому даже сошедшийся с ума человек не должен